Возможно, я чего-то не знаю, но, насколько мне известно, в городе проводятся тендеры на вывоз мусора. У меня тогда в связи с докладом Миллера возникает вопрос, на какие цели приобретается мусоровоз в УРА. Можете объяснить? Как можно ответить на вопрос, зачем покупаем мусоровоз в городе? Ну вот просто интересно, если у нас есть тендер на вывоз мусора, который, допустим, выигрывает тот же Днепрокоммунтранс, для чего мусоровоз УРА? Просто объясните, ничего такого. Объясните, Михаил, я не знаю, как объяснить. Ну, будем говорить так. На мусоровозе вообще-то возят мусор. Я не знаю, как сказать. Зачем вы зубную щетку покупаете? Чтобы расчесываться? Ну, как на мусоровозе можно возить строительный мусор? Если мусоровозы предназначены для вывеза твердых бытовых отходов для населения. Будет заниматься? Конечно. Обязательно. Коллеги, ну я попытаюсь объяснить. То есть, смотрите, у нас в городе есть перевозчик. Я так буду объяснять. Понятно. КП «Днепрокоммунтранс». Господи, частная компания. Это уважаемая компания. Но, к сожалению, она не совсем справляется с этими вопросами. В последнее время пошли очень большие нарекания со стороны жителей города по поводу того, что во дворах большое количество мусора. Так сказать, компания «Днепрокоммунтранс» захлебывается. Поэтому мы пошли обычной, нормальной, мировой практикой, чтобы в том числе вывоз мусора занимался непосредственно город. Мы купили мусоровозы, как купили в Харькове, в Одессе, в Киеве, в Житомире и других территориальных громадах. Что в этом странного, я не могу объяснить. Как бы и город будет вывозить мусор, и «Днепрокоммунтранс» будет вывозить мусор. Придет к нам третий перевозчик, будет заниматься мусором. Милости просим, тоже пусть занимается. Пятый и шестой и все. Чем больше будет мусоровозов, тем меньше будет мусора. Чем меньше будет мусоровозов, тем больше будет мусора. Я объяснил нормально?